Стратегия сатаны в теле Христовом. Стратегия дьявола против истинного общения – разделять и властвовать. Ему нравится видеть раздор в церкви. Он делает это, обманывая некоторых и настраивая их против своих братьев. И нет ничего более огорчительного, чем видеть, как ученики снова обращаются к обману после того, как они пережили на опыте прощения Христа. Мало того, они еще и нападают на собственных братьев и сестер, которые привели их к Иисусу. Они становятся более свирепыми, чем истинные враги. Воистину дьявол умен и хитер. Сатана использует обман, религиозную ложь и законничество, чтобы сеять раздор в теле Христовом. Все они вдруг заявляют, что Святой Дух открывает им новые вещи. Они утверждают, что им открылась высшая истина и возвышают себя над своими братьями и сестрами. Они больше не радуются тому, что Дух благодати присоединяется к общине. Они хотят подталкивать других в своих тщетных направлениях, которые ничего не добавляют. В результате вы больше не можете общаться, молиться, поклоняться и преломлять хлеб с ними. Присутствует Дух раздора. Иисус больше не является целью. Свободы в Духе уже недостаточно. Законничество, традиции, способы поклонения, дни поклонения, что есть, что не есть, что носить, что не носить, добровольное смирение, пустые споры о учении, которые ничего не делают, кроме как отвлекают от Иисуса и Креста. Обвинения, упреки и исправления с целью возвысить себя и привлечь внимание. Да помилует нас Бог, когда мы так поступаем. Но не заблуждайтесь. Дух Божий прославляет Иисуса. И если Иисус не является центром, если Он не прославляется, тогда вы можете быть уверены в одном. Там будут многие духи, но не Святой Дух. Субтитры создавал DimaTorzok